Приветствую, уважаемые трейдеры. С вами я, Мария Кухта, и вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Друзья, в сегодняшнем обзоре мы с вами разберем мои торговые рекомендации, которые вы от меня получали в феврале месяце. Покажу, как замечательно, среднесрочно отработались мои торговые идеи по валютному рынку, по золоту. Также проанализирую свои предыдущие торговые рекомендации, которые вы от меня получали в прошлый понедельник по крипторынку. Покажу еще несколько дополнительных своих публичных торговых идей, которые подписчики получили от меня в моем YouTube-канале «Бария Кухта Трейдер». А также вторая часть сегодняшнего обзора будет посвящена анализу моей авторской торговой стратегии. То есть некоторые моменты из своей торговой стратегии «Защитный трейдинг» сегодня расскажу на примере индекса доллара. Поэтому давайте все по порядку. Начнем с валютного рынка и с того, как замечательно отработались мои торговые рекомендации. на покупку индекса доллара, на покупку доллар-франка, доллар-иены и продажу золота. Это те торговые идеи, которые вы от меня получили 13 февраля, две недели назад, в понедельник. И давайте индекс доллара сначала посмотрим. Итак, друзья, индекс доллара на самом деле замечательно отработал покупки, о которых я говорила еще две недели назад. И смотрите, какая замечательная у нас среднесрочная отработка произошла. То есть консолидация позиции локальная, которая происходила довольно длительное время выше поддержки в районе 103 после заходного импульсного движения лонгова, которое фактически показало основное дальнейшее направление по индексу доллара, потому что лонговое заходное перекрытие у нас нарисовали. После этого консолидация подтверждения перекрывающего лонгового движения и закономерная хорошая реакция наверх по данному инструменту у нас произошла. Это первая торговая идея, которая среднесрочно себя отлично отработала. И хочу обратить внимание на то, что если вы смотрели мои обзоры как в Амаркетс, так и на моем YouTube-канале, это первый раз, когда я порекомендовала открывать покупки по индексу доллара. То есть ранее, когда у нас происходила шортовая тенденция и подтверждающие моменты этой шортовой тенденции у нас каждый раз образовывались, в таком случае я рекомендовала открывать продажи по индексу доллара. И первый раз, когда контртренд можно было открывать покупки, что, в принципе, я вам и посоветовала сделать, и своим подписчикам как в открытом канале, так и в закрытом канале, рекомендовала покупать индекс доллара после того, как у нас сформировался хороший, сильный, подтверждающий торговый паттерн. То есть это очень важный момент, на самом деле, в трейдинге. И очень важный момент моей торговой стратегии, когда мы торгуем только после того, как у нас сформируется торговая картина с защитой, с подтверждением, если нужно, с перекрытием. И в данном случае нам не нужно было ждать, в принципе, перекрытия, потому что у нас накопление позиций происходило в виде выравнивания. То есть всем подробности своей авторской торговой стратегии рассказываю на курсах обучения. То есть сейчас мы с вами общую картину анализируем, а все, значит, моменты подробно рассказываю на курсах обучения. Как отбирают торговые паттерны, какие нюансы нужно понимать на графике для того, чтобы открыть торговую сделку, когда нужно открывать торговую позицию, когда у нас достаточная информация для того, чтобы открыть сделку. Все это рассказываю на курсах обучения, поэтому, кому интересно, друзья, записывайтесь. Итак, индекс доллара. Перекрытие лонгу вы нарисовали, подтверждающий момент в виде консолидации позиций с выравниванием. И, смотрите, просто шикарное движение наверх мы с вами получили. Фактически две торговых недели росли по индексу доллара. Здесь никаких намеков на снижение у нас не было. Чуть позже, во второй части сегодняшнего обзора, более подробно объясню свой подход к анализу рынка на примере данного инструмента. Я расскажу некоторые моменты с закрытиями днева, которые нужно понимать для анализа, для торговли. Поэтому дождитесь. Давайте перейдем к второй торговой рекомендации от меня, которую вы получили еще две недели назад, и которая тоже себе замечательно среднесрочно отработала. И это покупка доллар-франка, друзья. На самом деле доллар-франк чуть посложнее паттерн рисовал, нежели индекс доллара, в силу того, что после импульсного роста, который мы с вами видели, 2-3 февраля, заходной импульс, после этого у нас пошло такое снижение довольно сильное. И, значит, учитывая тот факт, что у нас тенденция шартовая, учитывая тот факт, что пролив раз, пролив два довольно сильно у нас произошел, здесь немножечко картинка такая была, скажем, более сложная, нежели по индексу доллара. Тем не менее, замечательно мы себя отработали. И на самом деле, если анализировать данный инструмент, то ключевой момент, который подтвердил Ланги, это закрытие дневок от 14 и от 15 февраля. Сейчас объясню, почему. Но на самом деле уже, значит, понедельник, понедельник это у нас 13 февраля, я записала обзор, в котором рекомендовала открывать среднесрочные Ланги по доллар-франку. Собственно, этот обзор есть в открытом доступе на YouTube-канале компания Маркетс. Если вам интересно, можете посмотреть, если вы еще не смотрели. Причина открытия покупок такова. Заходной импульс, после чего есть откатная зона поддержки в районе 0,91-0,92. Здесь ценовая зона поддержки, которую неоднократно мы здесь подтверждали, удерживали. И вот уже такое локальное, пожалуйста, наверх у нас произошло четверг 9 февраля и 10 февраля пятница. Но, тем не менее, рынок еще с текущих не готов был разворачиваться. То есть доллар-франк еще донабрал торговую позицию в рамках как защитного импульса слева, так и в рамках донабора торговой позиции выше откатного консолидационного уровня поддержки, который я обозначила в районе 0,92. А именно это сделал, скажем, локальным выносом коротких стопов и последующей реакцией наверх с последующим перекрытием. То есть в данном случае все-таки нужно было ждать перекрытия после того, как у нас закрылась дневочка понедельника. Почему? Потому что дневка понедельника закрывается с таким довольно сильным зажатием цены вниз. То есть фактически на минимуме своего дневного бара мы закрываем дневку. У нас происходит импульсное зажатие цены вниз, во-первых, в сторону импульса свежего, ближайшего, который у нас прошел 7 февраля, и во-вторых, в сторону шартовой тенденции, которая у нас среднесрочно образовалась по данной валютной паре. Но, как вы видите, рынок закономерно среагировал на эту шартовую локальную реакцию. То есть вниз мы еще ушли в сторону зажатия того, которое у нас произошло за вот эти последние несколько торговых дней. Импульсный вынос вниз с сбором локальных стоп-лоссов. После этого реакция наверх 14 февраля и уже 15 февраля в середу, прошу прощения, я на своем, значит, в своем как открытом, так и закрытом телеграм-канале написала пост о том, что можно переоткрыть покупки по доллар-франку, поскольку здесь мы с подписчиками получили локальные стопы. То есть вынос стопов произошел, и, в принципе, по коротким стопам нас вынесло. Но после этого перекрытие лонговой 14 февраля, реакция на откатный уровень поддержки в уровне 0.92, такое локальное поджатие цены наверх у нас образовалось 15 февраля на часовом таймфрейме, очень хорошо просматривалось, там был такой хороший импульс локальный наверх, и после этого мы переоткрыли покупки. Смотрите, какая просто шикарная отработка покупок произошла по доллар-франку. В принципе, если вы торговали по моим прогнозам, по тем прогнозам, которые вы от меня получили 2 недели назад в понедельник, вы тоже могли неплохо заработать среднесрочно на покупке доллар-франка. И мы с подписчиками уже, значит, свои позиции зафиксировали в пятницу. То есть, в принципе, у нас уже такой хороший импульсный прорыв наверх произошел, то есть импульс у нас уже такой завершающий прошел. Что будет дальше? Ну, пока мы будем не рынком, а будем ждать дальнейших хороших торговых паттернов по данной валютной паре. Для того, чтобы открывать следующие сделки, нужно ждать свежих хороших торговых паттернов. Поэтому свои покупки паттерн себе просто замечательно отработал. Здесь мы неплохо заработали с подписчиками на покупке доллар-франка. И, собственно, в пятницу я порекомендовала уже всю позицию зафиксировать. Так, и еще следующая торговая идея для вас, которую вы от меня получили 2 недели назад. Покупка доллар-иены, друзья. Ну, на самом деле здесь очень хорошо себя отработал паттерн. То есть, если сравнивать с доллар-франком, с индексом доллара, где у нас были такие еще до наборы торговых позиций довольно длительные, то доллар-иена у нас сразу с открытия понедельника, 13 февраля у нас показывала замечательный рост. То есть, безоткатный рост мы показали по доллар-иене. Если вы торговали по моей торговой рекомендации, вы могли просто шикарно заработать. Фактически 2 торговых недели безоткатно доллар-иена росла. Никаких намеков на продажу у нас здесь не было. То есть, все вот эти локальные коррекции, которые происходили как 23-22 февраля, так и 16-17 февраля, то есть, это был донабор торговой позиции для дальнейшего рывка на север. Поэтому мы с подписчиками удерживали лонги. То есть, здесь никаких предпосылок для падения по доллар-иене у нас не было. Никаких предпосылок для коррекции не было. Это было только покупки. Наоборот, вот эта локальная консолидация последняя, она подтвердила наличие лонгов, поскольку показала удержание локальных откатных зон в районе 134 и в районе 134,5. То есть, до набора торговых позиций в рамках защитных импульсов лонговых слева показали свою хорошую закономерно дальнейшую реакцию и такой хороший еще добой наверх по доллар-иене мы с вами увидели в пятницу 24 февраля. Поэтому сами можете видеть, как замечательно среднесрочно отработались мои торговые рекомендации по валютному рынку, которые вы от меня получили две недели назад на обзоре понедельник. Я напомню, что каждый понедельник записываю обзоры для компании Markets. Вы можете смотреть хорошие торговые идеи от меня, но тем не менее, если, скажем, бывают ситуации такие неоднозначные, когда еще непонятно, какая у нас торговая ситуация на рынке формируется, на момент моего обзора вы можете записаться на, вернее, подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер», для того, чтобы всегда регулярно получать как апдейты по моим предыдущим торговым идеям, так и актуальные хорошие рекомендации по инструментам, когда уже нарисуются торговые соответствующие паттерны. Я записываю обзоры, в которых, значит, даю хорошие торговые рекомендации. Собственно, сегодня мы с вами тоже посмотрим, чуть позже еще вам покажу, какие торговые рекомендации были от меня публично 16 февраля как по валютному рынку, так и по нефти. Но прежде давайте еще посмотрим золото. Друзья, золото тоже две недели назад вам рекомендовало открывать продажи среднесрочные. И посмотрите, что сделало золото. Какие здесь замечательные импульсы вниз у нас прошли по данному металлу. И каждая последующая дневочка фактически показывала либо новый минимум, либо консолидацию внутреннюю в рамках предыдущего шортового движения, что, в принципе, подтверждало шортовое настроение. И вот мы с подписчиками в закрытом канале среднесрочные шортили золото. После закрытия пятницы я записала обзор как для компании Marques, так и для своих подписчиков. Рекомендовала открывать среднесрочные шорты по золоту. Уже с понедельника мы начали свое падение замечательно. Здесь еще мы донабрали шорты. И после того, как у нас произошло перекрытие от 21 февраля, почему перекрытие, мои ученики знают, потому что на самом деле, если у нас происходит локальная реакция наверх, скажем, с поджатием, нам нужно ждать дополнительного перекрытия для того, чтобы открывать сделки в сторону защиты. В данном случае защитой у нас выступает локально образовавшаяся шортовая тенденция за последний торговый месяц по золоту. Это первое. И второе – это импульсное движение вниз, которое мы с вами видели в среду, 15 февраля. Это следующая наша защита. После этого попытка уйти на север, но нет, не получилось. Не смогли пробить локальный уровень сопротивления 18.45. Последующий перекрытие шортовое, которое подтвердило дальнейшее шортовое настроение по золоту, подтвердило актуальность шортов, подтвердило то, что нет необходимости закрывать свои шортовые торговые позиции, которые мы ранее открывали с подписчиками. И, собственно, здесь я еще своим подписчикам порекомендовала открыть еще одну торговую сделку на продажу. То есть хорошая локальная ситуация показала возможность набрать торговую позицию в шорт с коротким стоп-лоссом за максимум коррекции локальной. И, смотрите, просто шикарно мы себя оторватываем. Уже часть позиции я зафиксировала в закрытом канале. Оставшуюся часть еще удерживаем, поскольку золото у нас дальше продолжает смотреться вниз. Друзья, это были торговые идеи от меня, которые вы получали две недели назад на моем обзоре для компании Markets. Сами видите, как просто замечательно отработались эти идеи. По доллар-франку я уже сказала, что, в принципе, получила короткий стоп в моменте, но тем не менее после того, как мы нарисовали подтверждающую лонговую дневочку, лонговые перекрытия с поджатием наверх, я переоткрыла покупки, своим подписчикам тоже порекомендовала переоткрыть лонги по доллар-франку. Поэтому, если вы также желаете получать от меня свежие апдейты по рынку, вы можете подписаться на мой закрытый канал сигналов и получать от меня хорошие торговые идеи с последующим сопровождением. То есть, когда нужно переоткрыть торговую позицию, когда нужно закрывать торговую позицию, когда нужно ее открывать. Все эти моменты в закрытом канале, либо в индивидуальном формате со своими учениками обсуждаю на курсах обучения. Так, друзья, еще хотела вам показать две торговые идеи, которые от меня получали мои подписчики на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. публично, то есть не постфактум, давала торговую идею на продажу нефти марки Brent и покупку валютной пары USDCAD. То есть, значит, 16 февраля я записала обзор, в котором рекомендовала эти две торговые сделки торговать. Кому интересно, можете посмотреть мое видео 9 дней назад записанным и выложила на YouTube-канал. Поэтому давайте посмотрим текущие ситуации быстренько по нефти и по USDCAD. Вот, значит, нефть, это было, смотрите, 16 февраля. Уже 16 февраля четверг у нас показал неплохо зажатие цены вниз локальные. После этого пролив вниз по нефти. Друзья, я на обзоре говорила о том, что рекомендую среднесрочно работать в шорт по нефти. Объяснила свою торговую позицию. Кому интересно, посмотрите на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. Здесь у нас на самом деле немножечко сложноватая ситуация была, но тем не менее, тем не менее подтверждающий момент был. Защита, которая у нас произошла в конце января и в начале февраля, после этого она подтвердилась локальным паттерном. Этот паттерн подтвердил то, что движение наверх у нас было коррекцией, коррекционное движение после защитного движения вниз. И здесь уже можно было шортить. Я четкий стоп-лосс выставила, то есть публично говорила о том, что шортим нефть. Стоп-лосс выставляем за максимум коррекции, которую мы с вами видели. Локальный вот этот рост от 10 и 13 февраля за максимум этого роста выставляем стоп-лосс. И смотрите, просто шикарно нефть себя отработала. То же самое USDCAD публично 16 февраля записывала обзор, в котором рекомендовала открывать покупку. Смотрите, 16 февраля USDCAD на тот момент торговался примерно на ценовой отметке 1.3380. То есть мы на тот момент еще находились в отрицательной зоне по отношению к предыдущему торговому дню. И что сделал USDCAD с того момента? Смотрите, больше недели роста. Уже можно сказать, среднесрочная такая покупка себя очень хорошо отработала. Я своим подписчикам зафиксировала оставшиеся 50% позиций вчера. То есть еще ранее мы вот этом импульсе зафиксировали 50% и вчера зафиксировали фактически полностью свою торговую позицию. Потому что у нас здесь замечательная отработка произошла. Здесь мы достигли своей ценовой зоны сопротивления в районе 1.3660-1.3700. То есть такой консолидационный уровень сопротивления у нас был. И учитывая то, что уже такой довольно сильный безоткатный рост у нас был за последние полтора торговых недели, все-таки можно предположить, что на какую-то коррекцию возможно уйдет USDCAD. Но тем не менее, друзья, такие моменты, как коррекция в данных случаях я не ловлю. Для того, чтобы открывать сделку в шорт, нужно обязательно подтверждение. Перекрытие, подтверждение, и только тогда можно будет работать в шорт. Пока же этого не будет, пока инструмент на текущий момент находится в ланговом движении, ни о каких продажах речь идти не может. То есть только покупки. Если у нас здесь снизу была хорошая подтверждающая ситуация для лангов, кому интересно, я довольно подробно описывала причины покупок по USDCAD публично, то есть на своем YouTube-канале в видеообзоре. Кому интересно, посмотрите. Я объясняла, почему рекомендую открывать ланги, какие среднесрочные цели выставляем по данной валютной паре. Ну и, в принципе, первую цель мы уже достигли. Поэтому замечательно мы себя отработали. Если желаете получать от меня хорошие торговые идеи с анализом рынка, с обучающим контентом, с анализом, я напомню, не только валютного рынка, но также провожу анализ криптовалютного рынка, фондового рынка, фондовых индексов, металлов, товарно-серьевого рынка, значит, подписывайтесь на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» и регулярно получайте от меня хороший, качественный контент. Друзья, теперь давайте перейдем к моим торговым рекомендациям, которые от меня получили в прошлый понедельник, которые я записала в видеообзор для компании «Амаркес». По крипторынку были торговые рекомендации, потому что на обзоре я сказала, что по валютному рынку у нас еще ситуация непонятна. Тем не менее, по валютному рынку уже довольно хорошая ситуация образовалась примерно вторник-середа, и своим подписчикам я рекомендовала открывать шарты по евро, шарты по золоту. Я уже вам сказала, что мы дооткрывали торговую позицию по золоту. Также продолжали покупать индекс доллара, то есть там тоже донабирали торговую позицию на покупку по дикте. То есть все эти моменты в моем закрытом канале. Кому интересно, друзья, подписывайтесь. Итак, давайте по крипте пройдемся. Значит, в прошлый понедельник я вам рекомендовала открывать покупки по Solana, Ripple и Dogecoin. Давайте с Solana начнем. Ну, на самом деле, немножечко уже поздновато вышел обзор касательно данного криптовалютного инструмента, поскольку обзор я записала еще в субботу, то есть у себя на YouTube-канале я выложила данный обзор в субботу, 18 февраля, и Solana уже две дневки хорошо отросла на тот момент. То есть паттерн, этот, который у нас сформировался, свежий, себя просто замечательно отработал. Но на самом деле здесь была комплексная ситуация. Кому интересно, посмотрите еще раз мой обзор. То есть я говорила о том, что защита импульсная, после чего коррекция, подтверждение актуальности, поддержки в силу того, что сформировали лонговые перекрытия. И после этого подтверждение перекрытия. То есть все эти моменты рассказывала на обзоре. Кому интересно, еще раз посмотрите. На самом деле Solana себе замечательно отработала на покупку. Вот 18 февраля я записала рекомендацию на покупочку. И смотрите, две дневки неплохо выросли. После этого локальная картинка изменилась. Для своего YouTube-канала я 24 февраля, пятницу утром, записала еще один обзор по крипте, в котором говорила о том, что у нас произошла смена приоритетов по крипторынку. Чуть позже об этом расскажу. Давайте перейдем к следующим моим торговым рекомендациям по крипте, которые вы от меня получили в прошлый понедельник. Ripple. По Ripple у нас чуть-чуть другая ситуация была. То есть смотрите, суббота, 18 февраля я записала обзор. В понедельник во Маркес. Но в принципе у вас была возможность хорошо купить Ripple по моей торговой рекомендации. То есть мы даже чуть ниже коррекционно ушли по данному инструменту и intraday неплохо выросли. То есть больше 5% в тот день мы показали по данному криптовалютному инструменту. Все параметры для открытия лонгов у нас были сохранены. У нас была поддержка 0,38,35. У нас было перекрытие лонговое. От 14 и 15 февраля у нас это перекрытие подтвердило наличие коррекции. Где-то, что это движение вниз у нас было коррекционным. После чего консолидация подтвердила перекрытие. И локально паттерн себя отработал. То есть на самом деле определить, определить, скажем, отработку торгового паттерна. Будет ли она среднесрочная, либо она будет какая-то краткосрочная, либо внутридневная. На самом деле бывает очень сложно, потому что это рынок. Рынок бывает показывает реакции на какие-то уровни ценовые. Вот как в данном случае мы показали реакцию на сопротивление 0,40. Не пустили цену выше, сжали вниз. После чего вот шартовая дневочка с подтверждением. И, ребята, я вчера записала, вернее, пятницу 24 февраля, я записала обзор для своего YouTube-канала, в котором рекомендовала уже открывать продажи по Ripple. На самом деле все очень просто. Рынок диктует правила. Мы должны читать график, читать рынок и торговать, открывать торговые позиции в соответствии с тем, что показывает график. График по Ripple, собственно говоря, показал шарты. Друзья, кому интересно, на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер, вот смотрите, обзор пятница. Шартим крипту, торговые идеи по биткоину, эфиру и другим. То есть там же был и Ripple, там же была и Shiba, BNB и другие криптовалютные инструменты. Кому интересно, посмотрите на моем YouTube-канале. Этот обзор есть в открытом доступе. Значит, неплохо мои подписчики и те, кто смотрит мои обзоры, неплохо заработали на крипте на продажах, потому что вчера замечательно обвалился крипторынок, биткоин, эфир. Сейчас тоже посмотрим. Так, и давайте еще третья торговая идея от прошлого понедельника для вас. Это покупка Dogecoin. Ну, на самом деле, эта сделка закрыта по стопу, потому что здесь мы сразу, смотрите, 18 февраля, суббота записал обзор, понедельник, это 20 февраля. Здесь мы сразу после закрытия понедельника показали вторник шартовое перекрытие, подтверждение перекрытия внутренней дневочкой, зажатся цены вниз локальные. То есть мы начали перекрывать вот этот рост. Здесь уже рост был, скорее всего, не актуален, и Dogecoin провалился вниз. То есть это торговая идея закрыта по стопу, но тем не менее, тем не менее, две предыдущих торговых рекомендации, которые были публичные на покупку по Риплу и на покупку по Сулане, себя замечательно отработали. На моем YouTube-канале Marie KuchtoTrader я еще больше монет давала для покупок. По крипторынку торговые идеи Doge, Solana, Ripple и другие, то есть торговые рекомендации для моего YouTube-канала. Здесь кроме Doge, Solana и Ripple были другие очень хорошие монеты, которые также показали замечательную отработку на покупку. И вот еще раз отмечу, что подписчики моего YouTube-канала вчера, в пятницу, 24 февраля, получили от меня следующий обзор с апдейтами по крипте. Я сказала о том, что у нас по крипте произошла смена приоритетов на шартовые и рекомендовала открывать шарты по крипторынку. Биткоин-эфир, давайте посмотрим. Биткоин-эфир замечательно. Просто вчера, пятницу, вернее, прошу прощения, пролились вниз. То есть биткоин, смотрите, пятницу утром записывала обзор. То есть здесь мы показали реакцию на сопротивление в районе 25, не пусили цену выше данного ценового уровня сопротивления, и начался такой локальный шартовый, скажем, шартовое давление медвежье началось. То есть каждая дневочка последующая закрывалась ниже предыдущего закрытия. Поэтому все шансы для того, что дальше будем проваливаться вниз, на тот момент у нас были. Поэтому в обзоре я рекомендовала открывать шарты по биткоину. Шарты уже в моменте, в тот же день себе просто шикарно отработали. Пятница у нас показала хороший импульсный пролив вниз. Суббота, смотрите, 25 февраля показывает дальнейшее снижение по биткоину. То есть замечательно отрабатываются мои торговые идеи на продажу по крипторынку. То же самое эфир. По эфиру здесь еще у нас была откатная дневочка от 23 февраля с удержанием сопротивления 16.80. По эфиру на самом деле чуть-чуть получше ситуация была, нежели по биткоину. Здесь у нас было довольно длительное удержание сопротивления 16.80. Хороший уровень, на который мы показали локальную реакцию. Видно, что цену выше не пускали. Несмотря на то, что здесь попытка такая локальная была вырваться на север, тем не менее перекрытие шартовое и подтверждение перекрытия 2 дня. Все, показали шарты. И пятница у нас показывает замечательный пролив вниз по эфиру. Своим подписчикам в закрытом канале я уже зафиксировала 50% позиции на продажу по эфиру. Также шибу мы шартили. То есть неплохо, неплохо заработали на продажах локально. Что будет дальше? В принципе смотримся на продажу. Но сейчас инструмент движения. Сейчас уже нет свежих накоплений для того, чтобы открывать позиции. Сейчас рынок может в любой момент уйти по трендам. Я напомню, что по крипторынку у нас образовался такой, уже можно сказать, среднесрочный тренд лонговый. Потому что уже фактически 2 месяца этот тренд мы удерживаем. Поэтому контртрендовое движение уже себя отработало. Что будет дальше? Если будем дальше снижаться по крипте, если будем дальше показывать хорошие шартовые проливы с перекрытиями, с подтверждениями этих импульсов, можно будет дальше работать в шорт. Пока же мы удерживаем свои торговые позиции на продажу. Стоплост привели в безубыток и 50% позиций зафиксировали. Друзья, это была ситуация по крипторынку. Я вам подробно рассказала свои предыдущие торговые рекомендации. Показала, как они отработались, какая идея закрыта по стопу. Также проанализировала. Сказала, как я, исходя из того, что нарисовал рынок, исходя из того, что я увидела на графике, как я своим подписчикам на YouTube-канале порекомендовала открывать продажи по крипторынку, по биткоин, эфиру и другим инструментам в пятницу 24 февраля. Поэтому еще раз, если желаете получать от меня хорошие торговые идеи, подписывайтесь на мой открытый YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер». Так, также хочу в двух словах еще сказать несколько хороших торговых рекомендаций, которые от меня получали подписчики мои в закрытом канале. На самом деле в закрытом канале гораздо больше торговых идей, нежели публично. Мои подписчики еще получали хорошие торговые идеи, среднесрочные на продажу евро-доллара. Сейчас мы с вами посмотрим, друзья. Смотрите, евро еще вот здесь шортили. От сопротивления 1,0780 здесь был зеркальный уровень сопротивления. После шортового перекрытия подтверждение в виде консолидации. Давление вниз видно, то есть медведи здесь давили цену вниз по евро-доллару. И у нас была такая реакция локальная наверх 14 февраля на новостях. Тем не менее, на частном таймфрейме был хороший торговый паттерн для продаж. И, в принципе, я своим подписчикам в закрытом канале рекомендовала открывать продажи по евро. Мы зафиксировали оставшиеся 50% позиций в пятницу 24 февраля. Смотрите, как замечательно отработалась среднесрочная продажа по валютной паре евро-доллар. Новозеландец тоже рекомендовала шортить, но Новозеландец сейчас не буду уже анализировать. В принципе, та же ситуация, что и по евро. Перекрытие шортовое, консолидация. Здесь еще у нас такой локальный вынос был, но тем не менее. Показали реакцию на сопротивление 0,6345. Не пусили цену выше максимума отката 0,6390. То есть, в принципе, уже показали шортовые перекрытия локальные в сторону защиты, чем подтвердили актуальность защиты, актуальность продаж. И вот здесь мы открыли шорты, стопы, выставили за максимумы лонгового движения, которое мы видели 9 февраля и 14 февраля. И хороший среднесрочный такой импульс вниз по Новозеландцу у нас произошел. Тоже оставшуюся часть позиции, оставшиеся 50% зафиксировали в пятницу. Так, и еще DAX тоже хотела показать. DAX мы с подписчиками шортили. Это моя свежая торговая идея была по фондовым индексам. Друзья, на продажу по фондовому индексу DAX 40. Но на самом деле по DAX здесь один стоп-лосс получили. Я рекомендовала шортить после того, как вот это снижение у нас локальное было. Реакция на сопротивление 15570. Мы не смогли пробить все это ценовой уровень сопротивления. И такое локальное сжатие у нас было как на часовом таймфрейме, так и на дневном. Здесь очень хорошо прослеживается. И от откатной дневочки 22 февраля я рекомендовала открывать шорт. Локальный стоп-лосс получили. Я стоп-лосс рекомендовала выставлять за максимум предыдущие защитные дневки от 21 февраля. Но тем не менее потом переоткрыла продажу, потому что у нас было видно, что идет до набора позиции коррекционной, до набора шортов. То есть еще 23 февраля мы показали такое локальное поджатие наверх по DAX. Но смотрите, что DAX сделал в пятницу. Пятница просто порадовала на самом деле. Замечательный просто такой пролив вниз по данному фондовому индексу с пробитием поддержки локальной зеркальной в районе 15,280. В принципе, это я и ожидала увидеть по немецкому фондовому индексу DAX 40. Закрепление ниже значит, что дальше у нас DAX справится продолжать свое снижение. Но секущих, друзья, уже открывать сделки поздно, потому что мы уже в движении шортовом. Нам нужно ждать хотя бы какую-то локальную коррекцию. И от коррекции можно дальше будет работать в шорт по данному фондовому индексу. Давайте посмотрим мои торговые идеи. Хочу напомнить о том, что у меня есть открытый телеграм-канал Мария Кухтотрейдер. Вы можете подписаться на этот открытый канал. И здесь я регулярно дублирую свои видеообзоры, регулярно показываю свои идеи с закрытого канала. Также здесь есть торговые рекомендации в виде видеообзоров бесплатно. Поэтому подписывайтесь и получается хороший контент от меня. Значит, смотрите, сейчас вам покажу. Давайте посмотрим DAX. Значит, DAX это уже отработка. И смотрите, DAX с закрытого канала. Я продублировала свою торговую идею на продажу. Это уже после того, как нас вынесло по короткому стопу. Я перезашла на продажу. И своим подписчикам рекомендовала переоткрыть шорты по DAX. Также, смотрите, евро-доллар здесь показывала, где я рекомендовала шортить евро. Смотрите, картинка по евро в моменте. То есть это еще 14 февраля от сопротивления, которое я только что вам показала и которое я только что проанализировала. Рекомендация в шорт по евро-доллару, куда выставляется топ-лосс. И потом сопровождение торговой позиции. То есть смотрите, вчера, вот в пятницу, вернее 24 февраля, мы зафиксировали оставшиеся 50% позиции на продажу по евро. Вы сами можете видеть, какая замечательная просто среднесрочная отработка по евро-доллару у нас произошла. В принципе, как и по остальным валютным инструментам, своим подписчикам я рекомендовала шортить NZD и USD. Вот смотрите, NZD это отработка. То есть пятницу мы зафиксировали оставшиеся 50% позиции на продажу. И где открывали шорты. И, собственно, торговая рекомендация на продажу по новозеландскому доллару от меня. Поэтому, ребята, если интересуют торговые рекомендации от меня, подписывайтесь на мой закрытый канал сигналов. Получается хорошие торговые идеи с сопровождением, с четким уровнем стоп-лосса. Я напомню, что стопы я ставлю не маленькие, стопы я ставлю правильные. То есть правильный стоп защищает нашу торговую позицию. Если стоп-лосс будет правильный, он поможет как вашей сделке, скажем, удержаться в рынке, так и поможет вам психологически некоторые моменты, справляться с некоторыми моментами. Потому что, на самом деле, правильный стоп позволяет себя уверенно чувствовать в рынке, позволяет быть уверенным в том, что вы делаете на рынке. И есть такое понятие, как отмена сценария. То есть только отмена сценария на самом деле будет менять наш анализ. Если не произойдет отмена сценария, анализ остается в силе. Точно так же, как я уже вам показала по доллар-франку, когда у нас произошла реакция наверх локальная, она показала актуальность нашего лонгового сценария с защитой, с перекрытием, с консолидацией. То есть до этого у нас это всего лишь на всего коррекция была с выносом стопов, с донабором торговой позиции. Это четко нужно понимать. И в таких случаях нужно понимать, где и как нужно перезаходить на покупку. То есть если мы ранее открывали лонг, выставляли стоп-лосс за минимум локальной коррекции, минимум вот этого выноса локального, после того, как у нас происходит вынос стопа, мы в моменте ни в коем случае не перезаходим на покупку. Мы ждем подтверждения последующего, которые рынок обязательно нарисует. Если не нарисует, значит это не ваша сделка, мы просто пропускаем такие сделки. Но рынок в большинстве случаев подтверждение обязательно рисует, он подтверждает свое настроение, и вы спокойно можете переоткрыть свою торговую позицию. В принципе, что я и сделала по данной валютной паре, и своим подписчикам в закрытом канале рекомендовала переоткрыть покупки. И просто шикарно мы заработали в феврале месяце на укреплении американского доллара и на падении других топовых валют по отношению к американскому доллару. Вы также могли неплохо заработать, поскольку, еще раз напомню, что две недели назад для компании Markets я тоже записала обзор, в котором рекомендовала среднесрочно работать на покупку по Dixie, по доллар-франку, по валютной паре доллар-иена и на продажу по золоту. Итак, друзья, давайте еще перейдем. Пару слов скажу про индекс доллара. Значит, по индексу доллара у нас на самом деле такая очень примечательная ситуация образовалась, поэтому хочу немножечко проанализировать ситуацию, которая у нас нарисовалась по данному инструменту. На примере индекса доллара расскажу некоторые нюансы своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Напомню, что я уже за 9 лет разработала, за 9 лет в трейдинге я разработала свою торговую стратегию, которая рабочая, которая работает не только на валютном рынке, но также и на криптовалютном рынке, как вы сами можете убедиться. Я вам не постфактум показывала хорошие торговые идеи, которые отрабатывались так и по фондовым индексам. Фондовый рынок анализирую, металлы, товарно-серьевой рынок. Но, собственно, давайте на примере индекса доллара посмотрим некоторые моменты моего анализа, моего отбора торговых паттернов и моей авторской торговой стратегии. Почему? Потому что очень примечательно здесь у нас образовалась ситуация. Если посмотреть более глобально на индекс доллара, то видно, что образовался среднесрочный торговый тренд. Друзья, на самом деле, для компании Маркетс первое видео, которое я записала, это было 23 января. Давайте посмотрим. Значит, понедельник, 23 января. В первом видео, которое вышло для компании Маркетс от меня, я рекомендовала работать на продажу по индексу доллара. Несмотря на то, что мы здесь находились на минимумах своего тренда, несмотря на то, что мы здесь находились, скажем, на такой бескоррекционной консолидации, то есть у нас консолидация была фактически на минимуме как локальных проливов вниз, так и среднесрочных проливов вниз в среднесрочном падении по индексу доллара, все равно отработка у нас произошла. То есть здесь на тот момент у нас были только шарты по данному инструменту в соответствии с моей авторской торговой стратегией. Шарты здесь были защищены локальным импульсным движением, защищены среднесрочным шартовым трендом, защищены хорошим, уверенным, таким зажатым ценам вниз на дневном таймфрейме. Все это позволило идее отработаться, идее на продажу. И до этого еще на своем YouTube-канале, кому интересно, тоже вы можете посмотреть, были видеообзоры, в которых я не постфактум рекомендовала открывать продажи по Дикси. То есть от этой консолидации работать на снижение, последующая здесь локальная консолидация работать на снижение, вот эта консолидация, конец января, работать на снижение. И первый раз, когда вы от меня получили торговую идею в противоположную сторону, это после того, как индекс доллара нарисовал импульсную реакцию наверх с подтверждением. Реакция от 2, 3 и 6 февраля имеет характер лонгового перекрытия, но только в силу того, что это перекрытие потом подтвердили, последующая консолидация, последующим торговым паттернам. И в принципе вот эта формация, которая у нас сформировалась с начала месяца февраля и до фактически 14 февраля, то есть за полторговых месяца, 2 торговых недели, эта формация уже самодостаточная формация для того, чтобы работать в сторону, которую показывает этот паттерн, то есть в сторону лонгов, в противоположную сторону нашего шортового тренда. Это ключевой момент анализа рынка. Друзья, защита – это определяющий фактор, который позволяет правильно открыть сделку и заработать на этой сделке. Защита – это тот фактор, который показывает актуальность вашего анализа, который подтверждает вашу торговую сделку, который, скажем так, придает вам, как трейдеру, уверенности в вашей торговой позиции. И, собственно, в этом случае защита у нас подтвердилась. Еще хочу сказать такой момент, что ключевой такой фактор, который подтвердил защиту – это последующая локальная консолидация. Смотрите, небольшая консолидация, низкоамплитудная фактически, ценовая зона поддержки в районе 103 и сопротивление 103,8. Здесь мы проконсолидировались несколько дневочек, чем подтвердили актуальность перекрытия лонгова. После этого хорошая отработка в лонг у нас произошла. То есть это тот момент, который определил лонги по дикте. Возможность покупок были нарисованы на графике. И если бы эта консолидация не произошла таким образом, но на самом деле есть несколько вариантов консолидации, как торговать каждую из них, рассказывая на курсах обучения, на самом деле очень интересно, потому что есть такие консолидации, когда они уже сами по себе достаточно для того, чтобы открывать сделки в сторону защиты. Есть такие консолидации набора позиций, когда нужно ждать дополнительного перекрытия в сторону защиты. А иногда бывает, что нам нужно ждать двойного-тройного перекрытия, потому что одного перекрытия бывает недостаточно, но нужно понимать, когда это все нужно делать. В данном случае, в силу того, что консолидация у нас происходила в виде выравнивания, этой консолидации нам была достаточно для того, чтобы открыть сделку на покупку и спрогнозировать ланги. Смотрите, давайте еще раз подробно расскажу. Значит, 13 февраля от меня обзор, который вы получили в понедельник для компании Markets, я записала с перспективой покупок по Dixie. Определила ланги, стоп-лосс я рекомендовала выставлять чуть ниже, чем минимум коррекционной дневочки 9 февраля. И, друзья, та же самая ситуация, что и с доллар-франком. То есть, если здесь локально вы получили короткий стоп-лосс, еще до набора торговой позиции у нас произошел по Dixie, тем не менее реакция на поддержку откатную в районе 103, закрытие выше, поджатие наверх на дневном таймфрейме и такое своеобразное подтверждение локального выравнивания. То есть, зажать социально вниз у нас здесь не было, у нас здесь было хорошее ценовое выравнивание. И, несмотря на то, что здесь мы торговали, смотрите, на максимуме этого нашего защитного лангового импульса, на максимуме у нас происходила наша консолидация, мы с секущих ушли наверх, потому что паттерн показал дальнейшее направление, а это ланги под Dixie, которые себя, как вы видите уже сейчас, постфакту, они шикарно отработались. Но в тот момент, конечно же, когда мы с вами находились, допустим, на вот этой дневочке, понедельник, 13 февраля, когда мы с вами находились, мы не знали, будет ли у нас еще происходить донабор торговой позиции, либо этой ситуации уже достаточно для покупок. Мы вполне можем открыть покупки, четкий стоп-лосс нам показывает график, куда нужно выставить, это будет правильный стоп-лосс, который защищает нашу сделку, который позволяет рынку подышать, донабрать торговую позицию в случае необходимости, если этот стоп-лосс выносит и показывает дальнейшую реакцию, показывает подтверждение лангового паттерна, мы с вами спокойно перезаходим. То есть к стопам я отношусь очень спокойно, потому что главный момент, на который я всегда обращаю внимание, это правильность сделки и правильность стопа. Правильность сделки на самом деле важнее, нежели просто отработка какой-то идеи, я имею в виду без подтверждения. Правильность сделки – это определяющий момент моей торговой стратегии, как и защита. И в принципе защита, она и позволяет определить сделку, и наш анализ как правильный, защита и накопление, они позволяют спрогнозировать движение по инструменту, спрогнозировать направление по инструменту, позволяют, дают возможность открыть торговую позицию и, соответственно, на этом заработать. Поэтому если сделка правильная, даже если получаем локальный стоп-лосс, есть перезаход, без проблем мы перезаходим и спокойно себе, смотрите, зарабатываем на покупках по дикси. То есть в принципе идея себе отработала. Еще раз, короткие стопы здесь вынесло, но перезаход здесь был, можно было перейти и заработать на лонгах. Смотрите, что у нас было после первого импульса наверх, который мы с вами видели 15 и 16 февраля. После этого некая коррекция вниз, то есть локальное зажатие цены вниз. Есть у нас здесь впереди зеркальный уровень поддержки 103.75. Вопрос в том, уйдем ниже на коррекцию, либо нет. Но на самом деле, если вы сидите в лонгах снизу, то есть если вы купили данный инструмент от консолидации выше поддержки ключевой 103, вы удерживаете свои покупки без убытки. Здесь нет предпосылок для продаж, но здесь нет и свежих точек входа. А на самом деле свежая точка входа для еще одной торговой сделки на покупку у нас была чуть позже, после того, как нарисовали локальное лонговое перекрытие от 21 февраля. То есть на самом деле очень четко рынок показывает, когда он уже завершил свою коррекцию, и когда он собирается двигаться в сторону защитных импульсов, в сторону своей локально образовавшейся, как в данном случае, тенденции. Сейчас у нас в поддиксе образовалась локальная лонговая тенденция, которая подтверждена хорошими импульсами. Вот раз импульс, потом импульс. Коррекцию перекрыли еще один импульс. Поэтому только лонги сейчас рассматриваем поддиксе. Лонги после того, как у нас пошло подтверждение паттерна на дневном таймфрейме, я уже вам рассказала об этом немножечко только что во второй части сегодняшнего обзора. рынка, поэтому свой анализ я рассказала, свой подход к анализу рынка, вернее, я сегодня вам показала. Но тем не менее я хочу отметить, что это всего лишь на у себя вершина айсберга. То есть то, что я сегодня рассказала, это уже, скажем, тот момент, который есть итоговым. А если мы говорим о процессе, о процессе отбора торговых паттернов, о процессе понимания графика, о процессе понимания закрытия дневок, как закрытия дневок влияют на формирование торгового паттерна и так дальше, все эти моменты, друзья, я рассказываю своим ученикам на курсах обучения. Поэтому если вам интересен мой подход к анализу рынка, если вам интересна моя торговая стратегия, если сами можете видеть, как отрабатывать мои торговые идеи, если вам нравится мой подход, мое понимание, мой анализ, вы можете записаться ко мне на курс обучения и все подробности отбора торговых паттернов, понимания рынка, анализа рынка, все рассказываю на курсах обучения. Друзья, я также хочу сказать, что курс обучения у меня подразумевает не только 8 занятий онлайн, индивидуальных, но также и полгода наставничества от меня. То есть полгода я работаю со своими учениками, если нужно, мы проводим дополнительные встречи онлайн, мы общаемся постоянно в Телеграме, то есть я отвечаю на вопросы, помогаю с точками входа, помогаю с анализом рынка. Полгода вполне достаточно для того, чтобы ученики показывали хороший результат, хорошее понимание рынка. Поэтому еще раз, если интересно, записывайтесь ко мне на курс обучения. Также хочу еще напомнить о том, что вы можете подписаться на мой открытый YouTube-канал Мария Кухта Трейдер и получать от меня хороший контент, хорошие торговые рекомендации регулярно. То есть я, если есть какие-то апдейты по рынкам, если есть какие-то, допустим, хорошие торговые идеи, записываю обзоры, выкладываю на свой YouTube-канал. Поэтому подписывайтесь и получайте всегда от меня хорошие идеи по основным финансовым инструментам, а также хороший, обучающий, качественный, обучающий контент. Не забывайте подписываться на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер, если вы еще не подписались. О закрытом канале сигналов я также сказала. То есть если интересуют от меня больше торговых идей по основным финансовым инструментам, подписывайтесь на мой закрытый канал торговых рекомендаций. Четкие стоп-лоссы, сопровождение торговой позиции, все это, и точки входа, все это будете получать от меня в закрытом канале. Друзья, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, еще раз напомню. Жду от вас реакций и фидбэка. Всем хорошего дня. Не забывайте писать комментарии, если вам понравился сегодняшний контент. Не забывайте задавать вопросы по инструментам, если у вас есть вопросы. Все это пишите под видео. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до новых встреч.